Я что-то так сильно хлопнул, что у меня даже затряслось всё, стойки, не стойки, там вот это всё, поэтому да. Ужас. Я знаешь, кстати, что придумал? Всем привет. Привет. Что, возможно, есть очень высокая вероятность, что подкаст я не успею смонтировать в этом году. Так. И, возможно, есть смысл это при-шоу сделать новогодним открытым для всех, чтобы у всех была какая-то частичка нас в этом году ещё. Ну, я только рад буду, если так мы сделаем. Давай открытые при-шоу. Я вообще за коммунизм, так скажем. Вот. Правда, мы без видеоряда, потому что это совсем надо было готовиться, что-то какие-то колпаки надевать, чапки. Да. Да и просто телефон выставлять. Поэтому придумаем, что на видеоряд сделать. Вовку сделаем. Ну да. Какой-нибудь, знаешь, ёлочку, чтобы снег шёл. А, ну да, да. Можно по всратым открыткам в WhatsApp. Да. Такое. Ну, круто, круто. Тогда будем. Приветствуем всех, кто ещё не в курсе, что такое при-шоу. У нас вообще такое... Каждый раз перед выпуском мы пишем с разной, так сказать... Чистотой? Ну, в смысле, что иногда сразу перед выпуском, но всё реже за две недели до выпуска. Да. За два месяца. Задумывалось, это как разогревочка. Разогрев очка. Вот. Ну, мы сохраняем этот разогрев до подкаста. Да, это правда. Я считаю, что мы так разогреваемся, что мы потом ещё долго гретые. Короче, ну... Слушай, я хотел тебе сказать, что ты вот мне говоришь, подготовь что-нибудь к подкасту, ну, в смысле, темки какие-нибудь побазарить. И я, знаешь, ну, думал, что придумать, и я себе немножко набросал статистику нашего вообще вот этого всего, и веб-дизайна этого вашего. Так что это будет моя первая тема. Интересно, что ты сейчас скажешь. Слушай, ну, я давай посмотрю. Я-то себе набросал темки. Я даже... Ну, давай тогда... У меня первая была... Архалас у меня первая была. Нормально. А, ну, давай мы это оставим на второе, просто чтобы сначала разогреться. Да, я согласен. Хорошо начать со статистики, конечно. Да, давай, короче... Подводить итоги года, наши любимые. Конечно, конечно. Да, причём, знаешь, не то чтобы я вот номенклатурич такой, а просто интересно было, что было. Потому что 2022 год, как бы, это сложная история, комплексная. Поэтому хотелось посмотреть вообще, что мы там делали. Я зашёл на YouTube. Мы всё ещё в Челябинске для всех интересующихся. Да, мы в Челябинске. Мы в Челябинске. Я зашёл на YouTube, который не в Челябинске. И в нём у нас всего четыре подкаста за год. Да, я видел тоже, я пытался как-то это проанализировать. Да, четыре подкаста, из которых, соответственно, четыре пришоу. Причём в этих четырёх подкастах был ещё и гость один из подкастов. То есть, это, в принципе, была мотивация ещё записать один из подкастов. То есть, у нас было бы три подкаста, по сути. Три плюс один, я бы это назвал. Я зашёл на Boosty, увидел, что там 22 подписчика. Из них 19 платных, вроде бы. То есть, это даже кто-то есть почему-то. Это даже не мам и папа наши. Они всё ещё есть, самое что странное. Приходится туда при шоу тоже лить, потому что, ну как бы, мы обязались поддерживать их до конца. И там реально есть люди. Может быть, когда-то нам наши 300 баксов, или сколько там зависло, отдадут ещё. А мне интересно, а людям, то есть, не возвращаются деньги? Они тоже кидают туда, и у них это всё улетает. Так я думаю, это люди откуда-нибудь из Болгарии кидают, например, или ещё откуда-то. То есть, это, ну, не россияне. Ну да, то есть, им уже и не вернётся. В том смысле, что они уже запланились за услугу. Им в смысле, они в Патреону-то отдали, у них-то списали. А потом, когда-нибудь, может быть, что-нибудь изменится, что-нибудь случится. Ну да, вот это что-то случится, мы всё ждём, когда оно случится. 19, между прочим, вот платных чуваков. Я подумал, ну, в принципе, 4 подкаста. То есть, это даже реже, чем раз в месяц. Раз в квартал это у нас. Раз в квартал, да. Действительно, у нас было Q1, Q2, Q3 и Q4. У нас достаточно вот такой план. Не очень большой был. Будем ли мы как-то это увеличивать, вы нас спросите? Будем. Но давай дальше пойдём. Я подумал посмотреть, например, в соседней. Конечно. Я пошёл дальше посмотреть вообще в соседних подкастах, что происходит по количеству. То есть, мало ли, это не только у нас проблемы какие-то. Пошёл в соседний подкаст и увидел, что у соседнего подкаста, который мы думали, что загибается, у них 16 выпусков, например, за год. Подожди, подожди. Тот, который пошатнулся когда-то? Да, который пошатнулся. 16 выпусков, ну, мне показалось, что это, во-первых, лучше, чем у нас в 4 раза. Я всё равно думаю, у них больше. Я думаю, у них 50 выпусков. Поэтому... Да, но я не анализировал с прошлым годом, то есть, с 2021. Потому что, мало ли, там, может быть, 116 было выпуска. А сейчас 16. И это тогда пошатнулись. Но по сравнению с нами всё-таки получше идут. Хотя бы раз в месяц сделают. Или даже больше. Да, больше. Потом я такой думаю, ладно, а зайду вообще в Radio T. Мало ли, вдруг там шарашки контора накрылась уже. И вообще там ужас-ужас. А там стабильно. Там раз в неделю чуть ли не выходит. И как бы вообще проблем не знают пацаны. Ну, я понимаю, что у них и нет проблем, наверное. Ну, вот именно. У них ничего не случилось, поэтому, да. Вот. Радио T там хреначат. Это там как на заводе. Там просто вот реально раз в неделю. В принципе, почему мы с ними сравниваемся чуть-чуть. Несмотря на их опытность и вообще количество подкастов. У них тоже просто IT-новости. Вот я сравнивался с людьми, у которых выходят IT-новости. Слушай, мы сравниваемся как минимум потому, что мы на них ориентировались, когда начинали. Многие не помнят этого, а я помню. И ты, уверен, помнишь. Поэтому как бы да. Конечно, конечно. И дальше я пошел просто в YouTube. И решил набрать, знаешь, IT-news. Вот такой запрос. И просто набирал новости IT. Вот такое. YouTube, естественно, он умный до хрена. И он не выкидывает мне просто, знаешь, свежак новостей. А там какие-то восьмимесячные давности видосы про то, как все плохо в России станет. Или уже стало. Или, короче, будет становиться. Поэтому я не смог найти какие-то конкретные, вот знаешь, чтобы меня прям выкинуло на какие-нибудь подкасты с IT-новостями. Или о чем-то таком. Поэтому тут я даже не стал вгрызаться. Иногда в Apple, наверное, бывали есть. Видимо, видимо. Видимо, Apple, да. Ну вот, короче. Я так посмотрел, посмотрел. Ну, в общем, люди, в принципе, живут. Люди, в принципе, живут. То есть, ну, наши четыре подкаста можно ли жизнью назвать? В целом, я считаю, можно. Потому что, знаешь, наверняка у тебя тоже есть какие-нибудь YouTube-каналы, которые, например, вообще не выпускали видосы. Там, вот ты себя ловишь на мысли, что-то я не видел видосов, там, год, например, от какого-нибудь канала. Или, там, два года. То есть, есть люди, которые завязывают, ну, по-жёсткой. Мы, как бы, ну, считай, не завязали. То есть, 2022 год, было четыре подкаста. Отчётность есть. То есть, если к нам придёт министр подкастинга, то, в целом, есть что показать. Конечно, он нас пожурит чуть-чуть. Но, как бы, есть хотя бы какая-то отчётность. Слушай, я вот сейчас зашёл даже. Мне стало интересно. Например, на моём любимом скрытом смысле уже год не было видосов. Вот, вот, вот. Там, где анализируют. Но при этом на его втором канале «Скрытый смысл философии» выходит. То есть, он именно сменил походку. Конечно. Кто-то меняет просто, да, какие-то ориентиры. Да, я думаю, вот наши, опять же, подписчики, дорогие, ну, сами на себе прочувствовали, что за 2022 год какие-то ориентиры поменялись в жизни. И вообще, хотел как раз сказать, что в целом, в 2022 году мы занимались больше оффлайном каким-то таким. То есть, мы меньше записывали подкасты, но у нас были движухи внутри жизни, как бы происходили у всех. В том числе у вас, слушатели дорогие. Кто-то какие-то для себя приоритеты по-другому выстроил. Может быть, для вас как раз четыре подкаста – это то самое количество, которое вы смогли послушать за год. Ну, типа, такие «О, нифига, Юбдизайн!» «О, нифига, Юбдизайн!» И вам нормально как раз. Вот эти четыре подкаста, они для вас зашли, и вы как бы про нас все еще помните, потому что слушайте, соответственно, это пришел. То есть, я так понимаю, что наш подкаст, он вместе с жизнью, он немножко трансформировался в этом году, и как бы вот так вот же существовал, как и все мы. Кто-то в гибринацию ушел, опять же, в какую-то, кто-то что-то куда-то уехал, приехал, поменял место работы, вот как я, например. То есть, у нас происходило все офлайн, очень много. Поэтому вот так получилось, то есть, вы не серчайте на нас. Хотя, я думаю, что если вы все еще остались, все еще слушайте, вряд ли вы так прям осерчали. А те, кто осерчали, они уже давно отписались. Ну да, отписываются это просто регулярно. Это как бы грустно, но это жизнь. Потому что, объективно, если мы сравним с 2017 годом, у нас, во-первых, контента стало сильно меньше, во-вторых, он стал сильно другой. То есть, тогда еще были знаменитые обзорные ролики, обучающие и так далее. Да, вот обучающие ролики наши любимые. И без шуток, я бы когда-то даже и возобновил, но просто слишком много в офлайне происходит, поэтому, ну, камон. Ну да, мы просто, у нас еще как бы, опять же, я не знаю, какая аудитория нас слушает, именно вот прям кора аудитория, и как бы анализировать лень. Но мы немножко в том возрасте, когда мы уже тут детей наделали, еще какой-то хренью занимаемся, какие-то там ипотеки, какой-то еще. В общем, если вы вдруг в том же возрасте, что и мы, и вдруг занимаетесь такой же хренью, то вы, наверное, понимаете, что вряд ли на некоторой хобби остается прям так много времени, там, сил, желания и так далее. Хотя, вроде, желание есть, соответственно, раз мы здесь сидим все еще. Но вот все-таки выпуска четыре. Ну, давай так, я вот сейчас быстро посмотрел по преду, вот именно то, что ты сказал, давно не видел, давно не видел пародии от Сатира. В этом году у него тоже четыре пародии всего вышло. Ну, у него качество, наверное, такое-то. Ну, это понятно, но неважно, в прошлом было восемь, и в позапрошлом было восемь, а в этом четыре, то есть тоже что-то случилось. Но вот, например, гитарные каналы, которых я смотрю, там только один чувак уехал, и он пошатнулся немного, а остальные все как на заводе, каждую неделю. Ну, то есть, каждую неделю минимум, а кто-то и больше. Это молодцы. Поэтому тут как бы оно реально как-то сильно... Ну, опять же, они все и те, и другие, так сказать, бездетные. Ты имеешь в виду, в оффлайне им нужно меньше пародии. Да, да, да. Тот же Киноман, например. У него как бы сильно меньше, чем в прошлом году, но при этом все равно несоизмеримо до хрена, типа там, знаешь, марафонов по 10 часов на день рождения, NES, там, и так далее. Да, опять же, словился на мысли, что я был подписан там, или все еще подписан на каналы, которые вот продуцируют контент по 8 часов видосы раз в неделю. Я понял, что просто я не то, что такое не смотрю, но все. Я не хочу вроде отписываться от каких-то там, не знаю, стримовых каналов или от чего-то. Вроде неохота как-то, но такой я смотреть, похоже, уже в ближайшем будущем не буду. Потому что тут бы лучше вместо 8-часового такого этого подкаст записать, опять же, вам, и получить больше удовольствия, чем вот от такой темы. Что еще хотел сказать? Кроме этого, все равно есть какие-то планы на будущее. То есть даже если не брать глобальных планов, что вот мы сейчас пообещаем, что мы будем записывать, что мы по политикам каждый раз обещаем, и иногда не сбывается. Но, допустим, вот у нас есть хороший друг наш, любимый дизайнер, и он к нам просится в подкаст, собственно, и почему бы не сделать с ним подкаст. То есть есть какой-то уже план небольшой. Понятно, что мы еще там не забивались на кулачках и кровью не подписывали, но тем не менее вот как бы уже есть с чем сделать как бы вещи. Смешно то, что мы с ним уже записывали подкаст. Ты помнишь, чем он в прошлый раз закончился? Нет, я, кстати, не помню, что мы там обосрались. Мы через Google Meet созванивались или что-то типа того. А, он оффнул все. И он оффнул, а он сидел под ювеб-дизайном тоже, а у него есть права до сих пор, надо отнять перед следующим подкастом. Так вот, и он вырубил просто все нам. И он такой, типа, все, пацаны, мне там пора. И практически даже, ну, не то чтобы мы такие, давай, давай, там все, пока, а просто мне пора, и все. Мы такие, бля, ну нормально, бывает такое. Ну вот, да, то есть, короче, это да. Плюс по планам еще. У нас есть как бы, мы особенно за 2022 год не старались проводить какой-то глубокий анализ того, что мы не выпускаем подкасты, но в целом и так видно, что одним из узких горлышек является то, что мы просто, ну, нам сложно монтировать. Это дополнительное как бы время. То есть, это должен делать Саня, он должен сесть, очень сильно напрячься, все это собрать, все эти, потратить количество времени какое-то большое и, короче, выделить на это. Ну, в общем, это сложная хрень, поэтому одним из узких горлышек это монтаж конкретно подкаста, который, в принципе, мы можем просто покрыть тем, что мы наймем человечка. Опять же, такой человечек нам сделал прошлый выпуск, соответственно, смонтировал. Будет это он или не он, как говорили мне на одной из работ, будешь это ты или не ты, мы не знаем. Но в целом есть вариант просто это делать за деньги и как бы вот от нас только какие-то мысли в подкаст выпулить, а дальше там уже чувак сделает все. Соответственно, может быть, это ускорит как-то. То есть, мы не знаем за 2023, так сказать, его события и наш оффлайн, но в целом надеемся, что это должно как-то увеличить выпуски. Ну, для меня, если честно, это был травмирующий опыт по психоаналитикам. Тебе расскажу, что я, во-первых, пиздец недоволен результатом, во-вторых, сука, ну это слишком дорого. Ну и дорого, да. Но, опять же, у нас был банан, который, видимо, тоже больше посвятил время оффлайну, и, короче, и он делал более-менее так, как мы привыкли. Он делал классно, он даже нам многое привнес. Конечно, конечно. Но просто он погружен в нас, понимаешь? Это человек, который из тусовки, именно по рок-звездам. Уже это просто человек из тусовки. Да, это фан-база. Как их там зовут-то, я забыл. Из наших мегатов, блядь. Из группы. Да. Поэтому он, да. И, собственно говоря, он, в принципе, мемовый человек. По тебе чувак, которого учили в чате общаться. Который, точнее, научился в чатах общаться. Он и научился, и вообще, да. То есть он такой чувак, который нас более-менее чувствует. Вот это самое главное для нас. Конечно, чуваку, которого со стороны мы просто заплатили денег, он отбахал там свои 6 тысяч рублей, мы уже не будем скрывать, да? Да, не будем. Не будем. Потому что вдруг вы, опять же, тот человек, который прослезился сейчас и понял такой, да похрен, я буду монтировать пацанам, я их хорошо знаю. И мы только за такие предложения. Потому что мы как раз вот это узкое горлышко монтирования пытаемся закрыть всеми силами. Ну, честно тебе скажу, вот этот опыт, он был нужен, чтобы мне понять, что я такой, блин, да я лучше сильно, и я больше удовольствия получу, и так далее. То есть как будто бы у меня сейчас есть запал на эту всю тему. Это очень хорошо. Но посмотрим по политикам, как будет. И такое ощущение, что хочется, хочется. Да, да. Ну вот, это такие итоги по подкасту. Это хорошо, классично все было. Мне нравится. Потому что у меня, опять же, ты говоришь, планы, не планы. У меня прям вот сильная, так сказать, мечта по Мартину Лютеру Кингу. Или по кому там, просто по Лютер Кингу. Мартин Лютер Кинг, это же, блядь. Есть, короче, чувак, который в Германии протестантскую церковь основает. Да, а есть протестантская церковь. Мартин Лютер Кинг, это именно, но нет, он не боксер. Он как бы так-то тоже, он баптистский проповедник. Общественный деятель и активист. А он разве не боксер, да? Но есть именно просто Мартин Лютер, который именно как раз тот самый. Боксер. Который, а из Лебен Саксония, место рождения. Вот, ладно. Я к чему это? К тому, что у меня есть мечта, что у нас будет какой-нибудь с тобой кабинетик по Сереже Мезенцеву, где мы будем именно физически собираться. Так. И делать именно по нему, ну, за длинным столом с микрофонами, как в старые добрые. Я как бы не прогнозирую, когда это будет через год, через пять или через десять. Но I have a dream. Видишь, здесь что, в чем плюс? Мы как бы сами по себе, мы же вот, если тьфу-тьфу-тьфу, у нас со здоровьем все будет хорошо, мы вольны делать что угодно. Поэтому здесь все как бы, неважно, через пять лет мы сядем, через десять или в следующий месяц, да? Но мы это сделаем. То есть, мы хотим, как бы есть желание. Просто это уберет монтаж. Знаешь почему? Потому что покупается одна херня, в которую вставляется КАМ-1, КАМ-2 и КАМ-3. Просится любой человек, я уже даже знаю кто, который будет просто сидеть и переключать периодически. Меня, тебя, крупный план. И там, я не знаю, КАМ-4, это, блядь, там, подъезд наш, что к нам заходит гость какой-то. Ну, я утрирую. Парковка, что ты как машина стоит. Ну, да, типа того. Вот, то есть, и это как бы все. У тебя готовый видос после этого получается. Не надо уже монтировать. И этот человек, скорее всего, камеры будет переключать дешевле, чем за шесть тысяч. Это очень хорошо. Это очень хорошо. И как раз горячий выпуск можно будет просто залить на YouTube и просто в обложечку для него сделать. И просто кто-то может сказать, а что вы в лайве не делаете? Вот это мог быть подкаст в лайве. Потому что, ну, ты можешь так же струю пускать с этого устройства, о котором я говорю, которые воткнуты просто камеры. И она может сразу стримиться. И, соответственно, ну, все. То есть, это сильно упростит все. Единственное, надо будет купить устройство, как бы, ну, там, придумать за каким столом. Ну, короче, это все как бы детали. Опять же, по тебе вольны делать, что хотим. Ну, да. Просто теперь мы географически с тобой ближе, и этот момент проще становится только и всего. Да, согласен, согласен. Теперь к моей первой теме, Архалас. Мне понравилось, что в этом году Steam сделал статку, по которой видно, кто, когда, сколько там играл, во что играл и так далее. Я, конечно, уж тебя не просил. Но у меня там ноль часов, ноль минут будет. Ну, вот да. То есть, это как бы не так интересно. Вот про Саньку у меня, честно, интересно. Чего он там еще утаил, так сказать, от нас. Да, там две тысячи часов в доту, я думаю. Я думаю, у него до свидос там что. Вот именно. То и интересно. Потому что даже у меня там, типа, знаешь... Сейчас найду тут где-то, типа, что у меня это больше, чем в среднем по Steam. То есть, ну, я так понимаю, очень много просто мертвых аккаунтов где-то, когда-то. Вот. И у меня в среднем по Steam 5 игр запущено в год разных. А у меня, например, 7. Или это 8, тут не показано. Или в среднем получена 21 ачивка по Steam. У меня 44. В среднем 9 дней подряд играют люди. Ну, к ряду. Стрик, так скажем. У меня 21. Вот. То есть, хотя я... Вот меня спроси, я как будто бы вообще не играл в этом году. Как по мне. А оказывается, все-таки вот. И, соответственно... Оказывается, две тысячи часов в доту. Ну, тут почему-то нету просто количества игрового времени. Это бесит. Хочется, почему-то нет. У меня самый длинный стрик был 21 день по бреду. То есть, каждый день садился и играл. Да, в течение 21... Это было с 3 февраля по 24 февраля. Играл я тогда во вторую Готику. Ну, уничтожил. А, нет, нет. Это были Корсары. Это были Корсары по бреду. 86% в феврале я играл в Корсаров. Ну, вот. Это именно самое последнее, что выходило. Город потерянных кораблей. Тоже так. Это именно самое последнее, что ты в феврале делал. Вот. Причем вот я играл как бы активно в феврале. А потом в марте я второй Эликс играл. 100% во что я играл в марте, это Эликс второй. И в апреле еще чуть-чуть я... 6%... Ну, короче, еще чуть-чуть я играл. Больше всего в году я играл, короче говоря, в Эликс второй. Вот. То есть, у меня так было, что я вторую Готику играл, короче, в январе-феврале. А потом Корсаров чуть-чуть поиграл. Вот. Потом Эликс 2 поиграл. А потом с апреля по октябрь не играл. Вообще. Ну, там что-то запускал какую-то эпоху Империи, там, на 20 минут в августе. Но это как бы даже не учитывается здесь. А потом вот с октября... В октябре я немного играл, в ноябре я играл, в декабре тоже совсем чуть-чуть играл в Архалас. Вот. И я тебе скажу, я был супер крайне приятно удивлен тем, что он реально... Вот меня сейчас спроси, что проработание круче, Архалас круче проработание, чем вторая Готика. Это довольно странное, так скажем, заявление, потому что она считается суперэталонной там и так далее. Вот. Ну, особенно от тебя странное заявление. Вот. Но поляки, а её поляки делали, Архалас, фанаты игры, они, короче, как-то умудрились собрать... Знаешь, вот, ну, к Готикам много модов выходило за эти 20 лет, или сколько там проходило, прошло с момента выхода. 20 лет, по-моему, прошло, да. И они вот собрали как будто бы всё лучшее, что когда-то где-то было по геймдизайну. И сюда внедрили. И в том числе не только из модов к Готикам, а в принципе из геймдизайна, потому что, например, кат-сцены. Ни в первой, ни в второй Готике кат-сцен не было вообще. На движке игры я имею в виду. Там были какие-то ролики небольшие, там, 3-4 этих рендера. Но именно на движке игры кат-сцен не было никогда. А здесь их сделали. То есть движок позволял. Просто как бы, ну, в 2002-2003, когда выходила первая-вторая часть, это не было заведено, так скажем. Ну вот. Поэтому вот так вот. Это из того, что мне сейчас первое в голову спрело, тут крафт очень сильно расширили. То есть тут взяли много вещей, которые в Эликсе, например, есть, и их сюда тоже всунули, внедрили, как бы, и так далее. Ну, такие вещи, без которых сейчас игры уже, ну, невозможны. Опять же, существенный крафт. Тут прям он, ну, он на уровне... Хотя, опять же, блядь, хотел сказать, на уровне Обливиона, потом понял, что Обливион-то вышел тогда же почти, когда и вторая Готика, с разницей в 3 года. То есть, в общем, в целом... А это как будто бы уже было, но в играх пираний особо не было. Поэтому я прям сильно, очень сильно поражен тем, что сделали настолько круто. И мне прям вот как в детстве суперинтересно, что дальше, что дальше. Я, естественно, никаких спойлеров не читаю, не смотрю. А что там дальше что-то еще будет? Ну, в смысле, там сюжет, он абсолютно непредсказуемый. То есть тут еще... А, в смысле, я думал, ты прошел уже. Нет, кого ты что? Я прошел процентов, наверное, 15 игры, 20, около того. Там просто, ну, люди по 100 часов играют. Поэтому... Правда, я в Ведьмака 160 играл. И не горжусь, так сказать, этим. А во 4-й Fallout 140. Ну да, это было такое. Но тут я, конечно, все равно уже играю с высоты своего опыта в Готике. То есть я тут все зачищаю, манчкеню там. Хотя в нашем закрытом чате появился человек, который в тысячу разов больше меня манчкенит в этом всем деле. Хотя на самом-то деле это... Это кто? Александр? Нет, Рик. А, да-да-да. Он задрот, да? Он просто катастрофический задрот. Я просто... Рик, привет. Я не знаю, как его в жизни зовут. Вот. Да и неважно. Короче говоря, я только шляпу могу перед ним снять. Потому что то, что он там... То, насколько он познал Excel в играх... Но он не только в играх, он же про себя там рассказывал. Он в жизни Excel познал. Поэтому это как бы просто качество характера такое. Я думал, я что-то там прям вот задрот. Нет. Я просто ягненок по сравнению с ним. Агненок. Лайнер. Вот, да. При этом как бы некоторые вещи, которые он именно обузит, я принципиально... Вот он мне рассказал, а я вот не буду. Потому что, ну, это уже скучно совсем становится. Типа, знаешь, вот я не знал, что можно в готике. Я ни в одной это не юзал. А он мне сказал, что как будто бы это даже продумано пираниями. Потому что, типа, можно, короче, загнать в воду так монстров, что они тебя бить не могут, а ты их можешь еще. То есть ты, говоря, стоишь ножками еще на дне, а они уже плывут. Во время плавания они не могут кусаться там или что-то делать, а ты их бить уже можешь, потому что ты-то еще ногами стоишь. И он мне сказал, а ты обрати внимание, что, типа, все самые сильные монстры всегда у воды. Я такой, блин, а он прав, они реально у воды. Особенно всякие, типа, огненных ящеров, которые по сей день... Даже вот во второй части есть место, где они, ну, не у океана, но они около пруда. А я такой, твою мать. Похоже, что, возможно, как бы и не случайно это. Хотя, ну, вот, например, всякие тролли, они не у прудов. То есть, как бы, ну, в общем, не знаю. Не уверен, что пираньи это задумывали. Но, например, создатели Архаласа уже могли вполне и задумывать. Уже прошло 20 лет, они точно знали, кто, что и где и как обузит. Хотя, опять же, я ему сказал, я, слушай, даже не знал. Он такой, да ты что, это как бы, ну, в комьюнити это общепризнанный баг, который люди юзают, чтобы там заковыривать палкой самых сложных мобов, получать опыт там и быстро качаться. Ну, вот, например, я, ну, как бы, сам себе сказал, что не, я не хочу, неинтересно, не буду таким заниматься. Поэтому, поэтому вот, я приятно удивлен всем совету. Евсеич, например, уже прошел. Он там, типа, часов за 60 прошел. Вот, ну, он тоже, как бы, сказал, что он, в общем-то, все там задрочил, сделал и так далее. Но, как бы, вот, не 100 часов. Хотя, кто-то пишет и про 100. Просто другое дело, видишь, ты можешь, грубо говоря, каждую главу, а там каждую главу, во-первых, на ассортимент у торговцев меняется, во-вторых, мобы какие-то респавнятся или спавнятся первый раз. Вот. Ты можешь каждую главу себя превозмогать и там всех выносить по Dark Souls. А можешь просто, ну, до пятой, как бы, там протянуть, на сюжетном наапаться и потом пойти всех зачистить. Результат будет плюс-минус одинаковый, но, как бы, во втором случае ты, естественно, это сделаешь быстрее. Но я вот люблю именно себя попревозмогать, в том числе, ну, в разумных каких-то пределах. То есть, я зачищаю все по ходу, так сказать, пьесы. Вот. И очевидно, что если я буду проходить когда-то второй там или третий раз, как вот я, например, первый-вторый годик прошел вот в начале, в декабре 21-го, там, в начале 22-го, я же их уже хрен знает по какому разу прошел, и то я каждый раз для себя что-то новое открываю, и какие-то механики, и какие-то места по бреду. Удивительно, но это так. Вот. Поэтому я думаю, что тоже можно будет попробовать именно и тот способ, что ты там тянешь подольше-подольше, потом всех зачищаешь. Ну, короче, посмотрим. Вот. Так что был приятно удивлен, классная игра. Блин, слушай, я удивлен, опять же, что Саня не играет в нее. То есть, он, во-первых, любитель такого. Ну, не то чтобы такого, но он же вообще RPG-шич. Жесткий. Он RPG-шич, просто вторую-то он так ведь и не прошел, по-моему. Да, я вот не помню. Я помню, он говорил. Просто я вот удивлен, что Ваня не играет. Он-то готики тоже перепроходит периодически. Ну, кстати, да. Но, видимо, для него важнее именно оригинал Оригиналович, чем... Ну, может, просто еще не добрался. Для него 10 тысяч часов в доту важнее, поэтому... Вытираю. Да. Так что вот у меня такая была первая темка. Интересная темка, конечно. Что я могу тебе сказать по поводу игр? Ну, в этом году с играми, конечно, тяжко. Было вообще по всем фронтам. Я пытаюсь как-то где-то на чем-то покупать игры, типа на дисках. Вот как, например, God of War. Ragnarok. И, собственно, он у меня куплен на PlayStation. И, опять же, он потихонечку играется, очень там медленно. Но это как бы такое. Поэтому в Steam у меня, конечно, там 0 часов, 0 минут. Хотя у меня там был Disco Elysium в какой-то момент. Возможно, в этом году. Но это тоже смешная, конечно, была бы статистика сейчас там из одной игры. Ну, вот да. Думаю, что еще рассказать такого интересного. Опять же, из-за жизни в оффлайне сложно уже выделять, что конкретно можно было бы рассказать. Потому что уже большие вехи мы записываем, опять же, 4 раза в год. И эти вехи вроде бы уже прошли уже неинтересно. А вроде бы как бы и прикольно. Вот. Думаю, думаю. У тебя еще какие темки? У тебя много темок вообще, чтобы я понимал, насколько я могу халявить? Еще две у меня есть сейчас. Ты вообще можешь дать. Ну, давай. Что еще? Меня попросили дать ссылку на Таску. Так что я отдаю ссылку на Таску. А вообще открываю. Я в избранном в телеге прикопал темки. Второе, это взять карту захвата у Никиты. Знаменитая темка для Пришоу. Так. Это прям темка-темка или просто напоминали? Просто я тебе хотел всех проинформировать, что у меня есть в планах взять и погонять карту захвата. А для того, чтобы позахватывать NES, так сказать. Я причем, ну, у меня же есть карта захвата с тюльпанов. И я подумал, можно специально захватывать тюльпановый сигнал, типа, чтобы по-олдскульному это выглядело. Вместо того... Но я хотел просто посмотреть, как это будет. Есть шанс, что кайфовее будет захватывать HDMI. И, типа, ну, более красиво это все смотреть, чтобы уж совсем в ретро-гейминг какой-то не упарываться. И я думал сделать какой-то стрим вопросов-ответов и поиграть на фоне во что-то NES-овое. А насколько интересна вообще вот эта карта захвата, которая у меня, она все еще актуальна? Это же Asus, да, был? Или что это было? Нет, это у тебя Avermedia. А, Avermedia, да. Avermedia актуальна. У них, конечно, уже вышли... Давай так, она не актуальна по двум параметрам. Первая, она только Full HD. Вторая, она только 30 FPS. Вот. То есть, все, что вышло новее, оно просто до 4K. Ну, есть 2K, есть 4K, и есть, соответственно, 60 FPS. И те, которые 4K, 60 FPS, они уже только PCI-экспрессные, по-моему. Или Thunderboltные, но Thunderbolt-off тоже как бы... Ну, короче, это уже вообще high-end херня, которая дорого стоит и зачем. А сколько дорого, интересно? Слушай, ну, типа 30 тысяч рублей, там, 25. Может быть, где-то 20 есть. Я помню в свое время Avermedia, вот это Live Gamer Portable 2, стоило 10 тысяч рублей. Сейчас я не знаю, сколько, может, столько же стоит. Да вот именно. Они как бы, я не могу сказать, что они прям сильно дешевеют. Просто какие-то модели дисконтиньюты, а, ну, похожие, как бы, они столько же и стоят. То есть, это всегда какие-то там, типа, знаешь, 150-200 баксов около того. Ну, стартовые, какие-то базовые. Повторюсь, 4К, 60 FPS, это, ну, это ты, естественно, пятую плойку должен захватывать, там, что-то такое. Причем у тебя, естественно, должно быть и... Хотя нет, твоя видяха не должна быть. Там, по сути, все декодирование, кодирование происходит на этой карте. И вот ты получаешь поток уже, ну, как ты с кинопаба смотришь. Он, конечно, должен быть вменяемый, чтобы декодировать это на лету. Но, как бы, да. Короче говоря, вот хотел такое провернуть. Напишите в комментариях, если у кого-то что-нибудь задымилось в этот момент. Шишка, в смысле? Да, да, я это имел в виду. Ну, вдруг кто-то хочет прямо и такой, типа, да, Саня, точно, вау, кайф, прикольно, хотим. А вот, мне кто-то звонит на трубку. Может быть, ты успел что-то придумать? Может быть, это важно. Мне Оксана звонила по МИАСу, сейчас сек. Алло. Давай. Алло. Это вы точно мне, Оксана, звоните? А, да, привезли, все хорошо. Все здорово. А, да нет, 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 нормально все. Все, ладно, всего доброго, с наступающим. Да, мне тут МИАСа привозил курьер, и она переживает, доехал курьер или не доехал. Потому что я заказал, и почему-то в исходящем адресе мой адрес у него пропал в Приле. То есть, он не видел, куда везти. Она именно ему трубку передала там на месте, и типа, я ему рассказывал, куда доехать. Но уже давно приехал, я уже давно забрал, поэтому, собственно говоря, она просто интересуется, все ли хорошо. То есть, Челси мяса не оставил, по крайней мере. Типа того, там довольно много, на 4 косаря мяса, так что да. Из того, что еще можно поговорить, можно поговорить просто такой пространный базар о, так скажем, наших планах. То есть, вот собственные планы. Я, если честно, не тот человек, который составляет на бумажке планы на следующий год, потому что я немножко скептически к этому отношусь, так же, как если составлять планы на подкасты, например, на следующий год. Мало ли что может пойти, так сказать. Я, может быть, еще просто много лет живу на этой земле, но, походу, часто не сбывается всякое дерьмо, а сбывается другое дерьмо. Вот, но конкретно про себя интересно послушать, опять же, в комментариях, что напишут. Хотя ничего не напишут, потому что это же, как бы, мы же кто же, мы тут что, на 19 человек. Хотя, это же будут бесплатники. Нет, это открыто, пришел, но неважно, там сильно больше комментариев. Да, в любом случае, я хотел сказать, что просто поговорим, вот, планы на будущее. То есть, я бы, знаешь, у меня всегда есть такой план, всегда, во-первых, хочется, ну, как в RPG-играх, опять же, прокачивать несколько навыков сразу. А конкретно я бы прокачивал, я бы хотел очень сильно книжки читать. Я каждый раз это говорю, каждый год, вот видите, как сбивается, что аж все еще хочу. Вот, то есть, это прям из глобальных таких планов. То есть, не составляя что-то там, не записывая никуда, просто вот хотелось бы читать больше книжек, то есть, плюс интеллект делать себе. Их хотелось бы плюс здоровья как-то себе делать. Я сейчас из-за того, что переехал в центр города, а был на окраине рабочей городской, у меня там, блин, рядом был, короче, парк. И я в нем даже бегал. Сейчас в центре города с парком, что-то я не знаю даже, куда тут пойти бегать. А другая активность меня не очень устраивает. То есть, в принципе, я могу спортом заниматься таким, как плавание по тебе, но как-то мне больше нравится бегать. Вот, хотя я бы поплавал. И поплавать, в принципе, тоже, как я понимаю, здесь надо куда-то ехать. То есть, где здесь бассейн какой-то, я охрену знаю, такой, чтобы прям плавать-плавать. Ну, только ехать, да. Не пешком, ну, пешком был этот, планета Ориант, которая по-российски туда, наверное. Во-первых, это очень много пешком. Далековато, да. А что он, кстати, закрыт? Да просто он что-то плохо ему достал. Ну, он же ЧМКшный. И, видимо, они сейчас не очень его развивают, так скажем. Поэтому, ну, есть вопросики. Вопросики. Да. Вот я не знаю, мне надо как-то понять, где бы я мог бегать. В качалку я на беговую дорожку не буду ходить. Это как-то теряет весь смысл сразу. Себе беговую дорожку домой покупать, это тоже немножко какой-то смысл теряет. Вот, а если так, вот конкретно это я хочу про здоровье озаботиться чем-то. Может быть, придумать что-то другое. Может быть, мне понравится гольф, например. Или, я не знаю, мне понравится керлинг. По-моему, построили гольф-клуб. Я не знаю, насколько его уже зафиксировали, запустили. Но там поля оборудовались, уже все такое. Я думаю, это сильно дорого, конечно. Ну, да. Но я, не дай бог, я, конечно, не буду этим заниматься. Или керлинг, например, тоже не буду этим заниматься. Вот. А бегать я бы побегал, тем более, что кроссовки-то у меня куплены. И они даже отбеганы сколько-то. Посмотри, я когда бегал, я ходил на восьмую школу. Это за областным судом, по третьего интернационала, еще выше. То есть, я туда шел, наверное, где-то минут 12. Ну, таким быстрым шагом. А ты имеешь в виду, можно взять какой-нибудь маленький стадиончик, дворик, около пришколы, такой, типа, мини-площадка. Ну, вот это самое ближайшее, к сожалению, к нам, так скажем. Их тут не так много. Это тебе не северок, где около каждой школы стадион. Нормальный такой. Вот тут нет. Ну, да, потому что было бы тупо ехать сначала там на машине или, не дай бог, на маршрутке, на такси, до парка, там бегать. Хотя, такой вариант, конечно, возможен, но просто, опять же, это сожрет столько времени, что проще пришел записать. Это прям сильно надо, очень сильно хотеть. Очень сильно надо хотеть. Не мочь без этого, да. Да, прям кушать не мочь. А из-за того, что сам по себе заставление себя бегать, это и так уже сильно надо хотеть, а еще и дополнительно добраться до этого бега надо, то это сразу начинает терять смысл в моих глазах. И песок с хвост пальца мем начинается. Возможно, если я начну жреть, как мразь, последняя, а я сейчас набираю как-то килограммы, из-за того, что мы уже все здесь бати 31-летние, то, в принципе, у меня больше в минус идет, больше в плюс идет, чем в минус по килограммам. То, может быть, если я прям буду жирная свинья, то я прям, не знаю, рискну бегать прям во дворе, я не знаю, что-нибудь такое сделаю. Но, опять же, из-за того, что пока не жирная свинья, а просто обычный, то обычный Сиджей такой, знаете, из GTA San Andreas, который не блюет еще под себя от жирноты и который еще не сыграет такой дрищ, вот обычный Сиджей, из-за этого пока и нет какой-то большой тяги к тому, чтобы бегать и прыгать. Вот. Но, по сути, это вот мои были бы глобальные цели для составления себя. Я считаю, спорт, надо заниматься чуть-чуть спортиком, чтобы прожить до 100 лет, как мы все хотим, и читать книжки, чтобы в 100 лет не быть тупорылым еще, козлом. Вот. Вот такие две более-менее глобальные цели. Может быть, есть еще какие-то, можно над ними подумать, но боюсь, что ничего не сбудется. Лучше я буду маленькими спринточками двигаться до чего-то, да, и будет так лучше. У тебя есть, конечно, что-то такое или нет? Ровно такое же. Просто я, видишь, в силу того, что у меня оффлайн чуть быстрее, чем у тебя протекает, точнее быстрее, я раньше начал его протекание. Из-за этого я как раз вот пошел в бассейн в этом году и планирую не сбавлять темпы, а наращивать их. И я же вернулся опять к чтению и планирую тоже не сбавлять, а наращивать. Вот. То есть, поэтому у меня ровно эти же две. Видимо, это что-то из Стариковского. У меня, конечно, еще, ну, желание с гитарой дальше продвинуться, именно в плане занятий. Тоже из Стариковского. Во-первых, тоже из Стариковского, а во-вторых, оно как бы чуть требовательнее. Ну, короче, вот смотри, почитать ты можешь, грубо говоря, хоп, и закинуть пару страничек всегда там между девушками. Это как бы тоже не очень, на самом деле, для восприятия. То есть, лучше хотя бы там 40 минут к ряду почитать. Но это роскошь, достойная немногих, так сказать, 40 минут к ряду читать. Конечно. А с бассейном тоже. То есть, я к 8 утра хожу для того, чтобы как-то это с оффлайном совмещалось нормально. Но для этого мне в 6 надо встать. Ну, ладно, в 6.30, если на такси. Ну, это ужасная цифра. Мне кажется, сейчас многие охренели от того, что вообще они услышали. Потому что, мне кажется, люди, это вот ты думаешь 6.30, а люди, если в 10 проснулись, это, дай бог, у них вообще что-то началось. Мне кажется, особенно люди на удаленке жесткие какие-нибудь, они вообще-то что? Спроси у какого-нибудь рейка. Особенно, которые работают по Европе где-нибудь. Да, да, да. Для них встать, вообще, это в целом уже за благо. А во сколько встать, это уже второе. Согласен с тобой. Ну, в общем, вот, я планирую вот с этим, так сказать, хотя бы не сбавить. Я еще, знаешь, вот у меня год уже лежали в офисе видеокассеты ВИЧСки старые для оцифровки там. Друзья, знакомые, родственники попросили оцифровать. И я все тянул, что-то все, какие-то оправдания искал. Тут я перед концом года все-таки несколько штук прямо оцифровал. Я собрал себе стенд, я купил перед этим карту захвата, как раз тюльпановую, туда-сюда. И решил, что должно быть ритуальное, вот это что-то продвинуться в этом году по этой теме. Соответственно, вот продвинулся. Планирую хотя бы это закончить в этом году, потому что еще кассет 6-7 осталось где-то так. Вот, может быть, как я это закончу и пройдет слушок, то еще кто-то попросит. Но не то, чтобы я хочу этим на какой-то благотворительной основе заниматься. Не в том смысле, что я денег буду с людей брать, а, скорее всего, я соглашусь на те случаи, где я хотя бы как-то фигурирую. Ну, типа, знаешь, 10 минуток есть со мной или что-то типа того, или с моими более близкими родственниками. Вот, чтобы, ну, чисто из любопытства. То есть, я не хочу это в бизнес превращать, это смешно просто. Просто это слишком долго, чтобы... И это надо слишком дорого брать, чтобы это рентабельно было в плане моего времени. Но, тем не менее, то есть, если у меня хоть какой-то интерес будет в том контенте, который мне предложат, я соглашусь. А если нет, то загашусь типа, ой, да не, мне когда-то, сорян, потом когда-нибудь нет. А вот, то есть, тут для меня вот важно было это пилотно сделать, я сделал, и хорошо. А с гитарой, да, было бы классно. Я поприкупил разного оборудования уже, ну, чтобы не отмазаться, уже реально можно просто там сесть и довольно легко сразу воткнуться и позаниматься. Но, собственно, остались провода. Я рассказывал тебе, что я не те провода случайно купил. Вот те провода уже где-то в сдеке на подходе к Челябинску, поэтому надеюсь, что да. А глобальные планы, типа там дом построить, что-то там это, невозможно загадывать вообще. То есть, это сейчас настолько все странно, цены на все пляшут, и ситуация, что-то случается, поэтому, блин, не очень, конечно, это все. Ну, в этом плане, опять же, в этом плане хочется, вот это, конечно, без вот этих вот офисных разговорчиков, что 2022 был говном, короче, а 2023 классный будет, мы надеемся. Это просто вот из-за того, что год сейчас пройдет, это как бы год во всем виноват, естественно. Вот, но если классно будет 2023 нормальным годом будет, то, блин, будем выполнять все планы вообще, которые есть, правильно? Ну, да, да, то есть мы это говорим при прочих равных, так скажем. Так что тут что-то еще, блин, это, мы над этим не властны. Да, да. Что еще у тебя есть? Да, сейчас скажу, что я в зарядку в букву втыкаю, у меня тут все бренчит, что-то дернит. О, поткнул. Сейчас избранное, избранное, избранное. Вот оно, вот оно. Следующая... А, про цифровку видеокассет у меня по следующей тему уже рассказал. Довольно, кстати, я хотел просто чуть-чуть подрочностей добавить, и тогда сейчас добавлю. Чтоб ты знал, есть вот эти цветовые всякие пространства, PAL, SECAM, НТСЦ. Ну да, слышал постоянно такие, еще с 90-х. Вот, это касается именно аналоговой херни. То есть в цифровой оно как бы есть, хотя нет, его нет. В смысле, мы это видим, потому что это заложило фундамент и для цифровых разрешений в том числе, потому что у PAL было всегда 720 на 576 разрешение максимальное, а у НТСЦ 720 на 480, то есть он более широкоэкранное, было приплюснутое. Вот. И 25 кадров в секунду было упало, а у НТСЦ 30 кадров в секунду было. Соответственно, отголоски этого всего мы видим до сих пор в цифровом видео, в цифровой видеообработке, в конвертировании и так далее. Но в общем и в целом я это к чему? Потому что та карта захвата, которую я купил, я купил ее 1300-14, не помню точно, или там 3800, или ну вот. И, собственно говоря, вот эта карта, которую я купил, она не идеальная до свидос. Она какая-то все-таки китайская довольно-таки, в плохом смысле слова китайская. Следующая стоила 20-ку. Вот там, наверное, нет этих проблем. Но 20-ку за это я отдавать был не готов. Я эту-то как бы скрипя сердцем до свидос покупал, потому что, ну, у меня это не окупается. Это я, по сути, типа для хобби себе купил. Вот. Ну и, короче говоря, здесь, когда вот надо менять вот это вот световое пространство, это каждый раз танцы с бубном, потому что я надо то перевтыкать, то вообще компьютер перезагружать, чтобы она сменилась. Ну, короче, прям больно. И там, чтобы она вообще заработала, надо, короче, выбрать, что именно обязательно смежный аудиозахват источного аудиоустройства, иначе даже видео не показывать. Короче, я пока вот ее купил, и я, наверное, ну, недели-две я разбирался вообще, как заставить ее хоть как-то работать вообще. При этом это все еще зависит от того, какой видик. Я три видика собрал у знакомых всяких этих, работает только мой нормально. Который прям вот, ну, который мой детский видик, который вот всегда со мной был, жил. Вот. И то на нем определенные рычажки там сзади надо включить. Короче, до свидос. То есть это, ну, нифига не просто. Потому что вот этот дендик, который ты мне дарил, и я потом к нему купил специальный конвертер с HDMI на тюльпаны, специально, чтобы как бы old school ощутить, и взял пузатый маленький телечек, чтобы тоже этот old school ощутить прям, ну, по полной, чтобы с аналоговым видео, с аналоговым видео с произведением, вот это все. Вот тот передатчик, он нормально как-то так переделывает, что эта карта захватывает, его почти в любом режиме хавает нормально, с нормальными цветами и так далее. А именно вот, ну, видимо, там этот передатчик, он сразу в какой-то там универсальном формате это выдает, и поэтому как бы все хорошо. Потому что из цифры. А вот тут некоторые кассеты, они записаны больше половины на ПАЛе, вот, а потом хоп, и там запись не с камеры, которую вот рукой держать, а с телека. А на телеке было в СИКАМе. ПАЛ – это европейская, СИКАМ – это советская именно система. И, короче, там идут с телека, и там СИКАМ начинается. И, по сути, тебе надо остановить запись. С танцами, с бубнами переткнуть карту, чтобы, ну, если ты в СИКАМе, у тебя источник, а ты запишешь в ПАЛе, там нет цветов. Оно не цветное, оно синее, с рябью, короче, такое. Вот, то есть нужно переключать, и приходится это все перевтыкает, короче говоря, это на самом деле не так просто, вот с дерьмовым железом. Сто пудово есть какие-нибудь контроллеры, может быть, даже на Алиэкспрессе, можно там по отзывам как-то найти, где более классные, за примерно такие же деньги, с хорошими драйверами и так далее. Но тут, короче, это боль. Причем самое тупое, что я его только через ОБС смог заставить нормально работать. Встроенный софт, который был, там ничего нельзя настроить, нормально выбрать. В эксплите почему-то у меня не получалось. Вот в ОБСе получилось. Слава богу, вот я ОБС поставил чисто для захвата вот этого всего с этим всем. Короче говоря, довольно странная история, но вот... Ну слушай, ну, всегда, мне кажется, вот с такими темами, когда ты какие-то форматы старые особенно перегоняешь, какие-то другие старые форматы, то там не бывает без странных историй. То есть, знаешь, по-моему, там всегда все через коленку делается, и там до свидос. Хотелось в этот раз вот как-то, чтобы уже мы уже в современности в какой-то находимся, уже там 21 век, уже хочется вот без говна, но без говна, похоже, не получается. Поэтому вот так вот. Да, так мы-то в новом веке находимся, а они-то все еще в старом. Ну да, они все еще в старом. Поэтому ты их уже не вытащишь, и поэтому всегда, если что-то такое старенькое... Мне нравится всегда, мне дают, короче... Подожди, я попрошу чуть... Можете чуть-чуть потише? Пиздец слышно. Алло, да. Продолжай. Мне всегда, ну, часто я... Мне почему-то приходят флешки, там, допустим, батя вот мне недавно отдавал. Вот это вот microSD-карточка, которая большая именно, с фотиков. Вот. Но это не microSD, это просто SD, послушайте. Просто, да. MicroSD это то, что в телефонах было в мелких, а просто SD это вот то, что в фотиках. Вот, и которое именно не вытащить. То есть из нее... Есть же который с переходничок, типа, в нее внутрь в большую втыкается маленькая. Ну да, адаптер, так называемая. Да-да-да. А тут целая вот большая. И вот, блин, кроме, опять же, моего Эллен Вейера, короче, видимо, нигде уже у меня тут вокруг ну, такое не воткнуть. Хотя, ты говорила, у тебя на MacBook есть? В современном MacBook на M1 Pro увернули, да. И это смешно, потому что, как бы, вот я сейчас нахожусь, да, вот в такой ситуации, что мне нужно отворить ноутбук 2011 года, воткнуть туда вот эту вот хреновину. Это еще хорошо, что он ее читает, слава богу, он еще работает. И, короче, вот эти вот все старые приколы, хотя, кстати, я не знаю, сейчас фотики-то, они на каких SD карточках? На таких все еще и есть. А, ну так, то есть, по идее, наоборот, везде в ноутбуках хорошо бы иметь как раз такой разъем, потому что, блин, ну, фотографы, по-любому, если ты пользуешься MacBook Pro, ты профессионал, так скажем, ну, должен делать. Да, у всех фотографов есть просто выделенные картридеры USB-диноза. Это базарный. У меня такой вот тоже есть. Я тоже как раз покупал, потому что мне это надо было в комп, мне это не надо было в MacBook. У меня в предыдущем Retina MacBook тоже был этот картридер. То есть, у меня во всех MacBook он всегда был. Но мне все равно иногда хотелось прямо на комп вот не вот это вот скинуть в MacBook, потом в Яндекс.Облако, а потом с Яндекс.Облако скачать себе на компьютер. Нет, мне хотелось сразу в компьютер иногда. И вот для этих целей у меня есть этот картридер. Да, картридер, да. То есть, это как бы выход из ситуации. Но по факту, раз это очень ходовая штука, это как USB, я не знаю. То есть, как бы, я понимаю, что кто-то скидывает с фотика по шнуру, знаешь. Но если, допустим, нет такой возможности, ну, блин, без этого просто, без этой хрени ну, никак не обойдешься. То есть, реально надо идти за картридером, его покупать там и так далее. Короче, да. То есть, старый формат это прикол. Да и, как мы видим, вообще любые форматы это прикол. Ну, да. Окей. Да. Просто в этом картридере у меня, чтобы ты понимал, есть еще у Sony, у них был свой формат MS Pro Duo. Memory Stick Pro Duo. И она похожа на SD, но она другая совсем. У нее другой коннектор и так далее. Я не знаю, на современных Sony что происходит, но у меня было два разных Sony в нулевые, и там вот, или в десятые, я не помню. Ну, по-моему, в нулевые. Или в начале десятых. И, соответственно, там вот эти MS Pro Duo, я даже не знаю, их сейчас можно купить или нет. Вот. В этом картридере он есть. И там есть вот этот вот компакт флэш, или как, я тебе показывал, который как этот, у него там целая гребенка такая. И в самом картридере эти ножки, ну, такие, которые как в шлейфе и ДЕшном на материнке, вот такого плана, их легко погнуть до свидоса случайно. Вот. Но на больших зеркалках до, там, я не знаю, может быть, сейчас уже нет, но до недавнего совсем прям времени были именно такие. Они здоровые, такие, размером, я не знаю, уже на пуговице со спичечный коробок по старикам. Вот размером со спичечный коробок они прям большие. И вот в этом картридере у меня и такой тоже есть. То есть, это, ну, прикольно. Напишите, кстати, в комментариях фотографы, если компакт флэш всё ещё актуально, и почему вообще он был именно такой. Он быстрее, наверное, был в своё время, чем SD, и всё такое. Да, я вообще поражаюсь, на самом деле, когда делают какие-то там мамы-папы, которые можно погнуть очень легко. Вот, типа, знаешь, какие-нибудь VGA или там DVI. Вот это зачем? Вы зачем это сделали? Чуваки, какие-то, ты чё? Сколько гнуто это было случайно и так далее. Ну, это просто, зачем такое делать? Я не знаю. Вы бы ещё сделали ещё больше, более тонкие усики, чтобы вообще просто был пропуск в трусики сразу с помощью них. Ну, это досвидос. Я вот это не понимаю. Но хорошо, что сейчас стали очень стандартизировать это всё всякими там Type-C условными, да? Или там ещё какими-нибудь там Thunderbolt'ами, что, в принципе, там плюс-минус одно и то же. Но вот это, конечно, было странное решение с этими усиками. Ну, да. Я согласен, что странное, но оно повсеместное везде, в компьютерах, например. То есть, там любой, даже USB 2.0, USB 3.0, которые ты в материнку именно втыкаешь, и даже USB 3.2, который вот Type-C, сами коннекторы, они все там с усиками. Просто, ну, ты их втыкаешь один раз и потом забываешь про них, как бы, и всё. Ну, да. В общем и в целом оно, конечно, плюс-минус одно и то же. Ну, да. Да. Почему бы и нет? Стандартизация, это классно. Хорошие коннекторы, которые с обеих сторон как бы спрятанные такие. Это прикольно. Но, опять же, это спрятанность. Там контакты-то они есть. Просто они, вот если ты в USB-C заглянешь внутрь, то в пайпе, так скажем, там посередине такая планочка, и на ней с двух сторон как крылышки такие эти контакты. А на маме они, ну, вокруг стеночек. То есть, ну, как на наушниках примерно, на трех с половиной дюймовом джеке. Там же тоже вот это все это контактные площадки, которые разделены как бы небольшими штуками, небольшими разделителями. Ну, тут примерно так же. Поэтому сильно лучше не сделать, но, как бы, да, можно было бы и по-булетпруфнее. Собственно, поэтому эти SD, microSD, я думаю, и появились. Они более неубиваемые в этом плане, чем этот компакт флэш. Также саташные шнуры. Там контакты тоже такие плоские, они прямо на пластике выделены, они не торчат отдельно. По сравнению с IDE вот этими жесткими дисками старыми, где как раз вот гребенка, вот это и да. у меня последняя темка про зубы была. Я тебя страшил. Ну-ка. Я сильно не буду просто, но для меня было любопытно, я вот тут, я последний раз лечил зубы где-то реально лет 10 назад, мы еще в институте вместе учились, курс на четвертом или на пятом. Я перед парами, помню, одну прогулял или две, вот лечил зуб. Я тогда, для меня это всегда, знаешь, я туда прихожу, я вот вообще, я даже не понимаю, там вот меня записывают на сколько-то, а я даже не понимаю, что вот условно за мной-то тоже кто-то записан. Для меня просто тут вот было откровением, я был записан на 8.30, а в 10 уже был другой пациент. Я понимаю, что вот я сижу и мне даже некомфортно сильно долго отвлекать врача, потому что я понимаю, что это перед, перед лечением непосредственно, что мы там обсуждаем, как зубы устроены, мой снимок там, что-то разглядываем, туда-сюда, я понимаю, что, но он не может меня сейчас просто одернуть как бы и так далее, но я, и как бы, я такой, ну давайте, да, все, он говорит, лечим, я говорю, да, я сажусь, лечим, все делаем, там туда-сюда, мне скололся зуб, и оказывается, он скололся из-за того, что он сгнил внутри, то есть не потому, что я сильное усилие какое-то приложил, как я думал, а из-за того, что именно там кариозная полость уже большая, это был глубокий кариес, вот, и обрушилась, короче, одна из вершин зуба уже внутрь, потому что там внутри уже не на что было опираться, грубо говоря, вот, и кариес, соответственно, был не с верхушечки, а изнутри, из междузубного пространства, так сказать, поэтому не было видно дупло, так называемое, вот, и, собственно, да, не получилось, хотя он сказал, что лет пять у меня это развивалось, то есть, ну, и опять же, я ходил за эти десять лет, я ходил, в общем-то, эти, делал осмотры, ну да, ты еще в одно и то же место ходил, то есть, в целом, у тебя там должна была быть какая-то история. в другое уже пошел, потому что мы поругались с предыдущим местом, вот, это отдельная совершенно история, просто как факт, пошел в другое место, и тут именно мне сразу, ну, тут уже нужно было сделать снимок для того, чтобы понять это до нерва, и нерв уже умер сам случайно, такое тоже бывает, когда перетерпел зубную боль, хотя я не представляю, как это возможно вообще, ну, типа все, нерв сгнил и умер, вот, но здесь нет, здесь просто там до нерва еще было какое-то пространство, то есть, осталась часть дентина, так сказать, вот, который, ну, то есть, пульпита еще не было, правда, в процессе, когда мне лечили кариес, то есть, выдалбливали все говно, все-таки дошли до нерва, вот, но он сам, это, сам, короче говоря, остановился, там он говорит, у них есть такое, как сказать, показатель, если в течение минуты кровотечения, нервы останавливаются само, значит, жить будет, а если нет, то все, пиздец, надо удалять, каналы чистить, и все такое, вот у меня остановилось само, и, собственно говоря, он там, ромашкой практически его помазал, и, соответственно, он выжил, но он мне сразу сказал, если анестезия отойдет и стреляет в зуб, то все, приходи, будем лечить уже как пульпит, но у меня, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не было за это время, то есть, все хорошо, соответственно, я просто, он, из-за того, что тут еще такая стоматология, более лучше, более лучше одевается в ней, то мне фоткали, мне пять фоток делали на большую зеркалку зуба, в процессе, так сказать, я увидел, ну, более осознанно вообще, что это, как это, кажется, да, что зуб, он весь вот из этого вот белого твердого состоит, на самом деле, ни хрена, то есть, там белого твердого есть все стенки полностью, но внутри зуб, там все равно внутри мясо, короче говоря, вот этот дентин и пульпа, дентин мягкое, полумягкое мясо, а пульпа, это прям реально вот как руку проткни, вот там так же, там рука внутри зуба, прям вот если его даже весь вытащить, живой зуб вырвать, пока вот он еще не высох и не сгнил, там, ну, ты его можешь распилить циркуляркой там, или болгаркой какой-нибудь, и, ну, будет видно, что там вот прям мясо внутри с сосудами, с нервами, со всей фигней, хотя вот кажется, всегда рисуют, что зубы именно вот, ну, цельные такие белые, да, и кажется, что внутри все, внутри он весь такой белый, как кусок кости, ни хрена подобного, поэтому, собственно, и проблема в том, что когда у тебя кари съедает вот эту самую сложную эмаль, вот, и проходит дальше, то там дальше уже легко, потому что там он мясо уже съедает, и там как бы, ну, если он прошел далеко, то надо быстрее-быстрее закрывать пломбы, потому что иначе он все мясо съест, зуб помрет просто, и все, а депультированный, так скажем, зуб, без нервов, без сосудов, он уже, ну, это знаешь, как у тебя кусок чего-то неживого, он как бы прикреплен, но он и меньше нагрузок выдерживает, и в общем, и в целом, он как бы меньше чувствительностью обладает, то есть это приговор, если не сделать грамотные прям коронки с хорошей поддержкой на соседние зубы, то он все равно развалится, и придется там имплант вообще ставить какой-то, то есть это, ну, такие детали, которые я не осознавал до этого момента вообще, плюс я вот не осознавал вот этот момент, что по времени все лечится, что есть другие люди еще, я прям реально лежал, и я смотрел на часы, успеют мне вылечить или нет, но вот естественно мне на 20 минут задержались со мной, потому что там все-таки непросто все было. Ну, потому что тебе лекцию читали сначала 20 минут. Ну, примерно так, я многие из этих вещей, я же тебе сейчас это сказал, это он мне все не говорил, это я просто, увидя на фотографиях, что внутри зуба мясо, я был крайне этому удивлен, я потом пришел, погуглил, почитал, посидел, и вот это все осознал, то есть для меня такая, довольно познавательный был поход к зубному, вот, продолжим, продолжим, у меня есть еще один глубокий карис, но не настолько глубокий, как здесь, и два мелких, надо их залечить, и я вот сейчас спросил у наших в отделе кадров, можно ли ДМС сюда прикрутить, так, ну, мне сказали, что там посмотрят по тарифу, если оно по тарифу проходит, то прикрутят, если нет, то сори, братан, вот, ну, как бы до, до после праздников я оставил этот момент, вот, виниры не будешь ставить по ДМС? Ну, нет, конечно, в первых, нельзя, я даже по ДМС, даже толком прививку от ветрянки нельзя поставить, это платная прививка, ее нет в календаре прививок, но даже консультация терапевта о том, что ты хочешь себе поставить прививку от ветрянки, нельзя по ДМС, потому что это не входит в полис, там, обязательного говна, ну, то есть, ДМС, он как ОМС, только бесплатный, грубо говоря, но и то не все ОМС, а там разные, то есть, ДМС зубной, например, если больше 70% зуба поражено, все, по ДМС у тебя его не вылечат, ну, опять же, у всех разные, наверное, ДМС, вот по-нашему, короче, есть, есть всякие тонкости, и для меня всегда вот это было, типа, ой-ой-ой, быстрее бы меня отпустили из зубного, а тут я наоборот думаю, блин, а вдруг он сейчас там не досверлит, какого-нибудь одного микробика, и закроет пломбой, а у меня все равно там еще больше все разрушится, и типа, ну, а он мне прям с гордостью сказал, что у меня нет депульпированных зубов, у меня пульпит был только в молочном зубе один раз, вот, а вот эти все мои, так называемые коренные, они у меня все целые, нормальные и так далее, мне что-то так стрёмно стало, если вдруг будет пульпит, что у меня там депульпирует зуб, и что я какой-то неполноценный буду, неправильный, ну да, то есть знаешь, типа, когда ты мелкий, ты хочешь вообще сейчас выбежать уже, и все это закончить, а когда ты просто хочешь больше не ходить туда, чтобы надо все сделать за раз, и как бы... Типа того, или просто, что просто сделайте добротно там, ну, как бы вот, в общем, уникально для меня было, что вот я в 30 лет такой, ну, сколько у меня, 31, да, почти 32, получил первый такой осознанный опыт похода к стоматологу, не типа, блин, быстрее бы сюда не приходил бы, и так далее, а именно понять вообще, как зубы устроены, как что сделано, и так далее, поэтому прям вот, вот да. Ну, прикольно, я тебе могу на это сказать, что, конечно, в целом, я вообще замечаю, что, так скажем, взрослые люди, или, по крайней мере, те, кто еще сам зарабатывает нормально, начинают про зубы задумываться жестко, а особенно, знаешь, начинают про зубы задумываться жестко, какие-нибудь селебритис, так скажем, то есть, все-таки это всех касается, да, там, ты, если супер пропил здоровье по шнуру, то ты потом едешь в Лос-Анджелес и делаешь за миллионы себе зубы, но, тем не менее, это штука, которую тоже заботятся все, и особенно взрослые люди, короче, пока ты мелкий, ты еще зубами пиво открываешь, а потом ты сейчас уже думаешь, блин, как бы не яблоко нормально откусить, да, ну и, конечно, это щепетильная тема, то есть, наверняка сейчас каждый слушатель трогает языком, пока ты все это говорил, тот самый свой больной зуб, о котором он все думает каждую секунду, вот, поэтому, конечно, конечно, ходить надо стопудово, и стопудово надо лечить, но, естественно, все сидят и такие, блин, да, может, меня это обойдет когда-нибудь, я слышал вообще страшные всякие истории, что если очень долго не лечить, там вообще досвидос начнется, и там, короче, очень страшные вещи говорят, но, с другой стороны, вот, пока, знаешь, пока острой боли нет, ты такой сидишь, думаешь, я вообще раньше мелкий, у меня очень часто было такое, что, типа, острая боль, ты знаешь, когда вспухает десна, и она уже, короче, все, уже просто ноет, жесть, и ты реально с острой болью приходишь, и все, и, короче, тянул вот до этого, и как только дотянешь, потом уже идешь лечить, короче, вот так не надо, конечно, делать это плохо, мне, к счастью, так вот, один раз только было, вот в детстве, еще похоже, вот то выходит, что-то с молочным зубом, вот, а тут, я просто, ну, реально буду теперь зубной нитью между зубами чистить, я никогда не думал, что такая подстава, может быть, что из межзубного тоже может, там, что-то залезть, проникнуть, и это, это как-то тупо, задумайтесь об этом, если у вас не очень большие пространства, межзубные, вы туда щеткой не пролазите, я больше тебе скажу, я последние полгода даже зубы чищу двумя пастами, у меня есть утренняя, есть вечерняя, более фторированная какая-то там, и так далее, не хреново себе, что-то не помогло, правда, ну, ну, это как на том меме, где, когда у тебя, типа, там, болят зубы, и ты пытаешься их сильнее чистить, и там именно показывают, как из ведра пожар залезают, короче, вот примерно так и, видимо, да, да, короче, вот, обсудили с тобой, окей, если тебе нечего добавить, то мне тоже уже нечего добавить, я как бы не спешу, но мне и добавить нечего, да, ну, в целом, я, мне единственное, что есть добавить, это, опять же, поздравляем всех, как обычно, по традиции, с Новым годом, даже если это пришел, вдруг не выйдет в 2022, а выйдет в 2023, неважно, в любом случае, мы записали его для вас, короче, поэтому, вы пришел, я прям сейчас, вот ты прям сейчас скинь, я прям сегодня до выхода с работы, сделаю, это не проблема совсем, а, нет, наверное, не сделай, надо же видео выбрать, елочку, ну, может быть, пока ты скидываешь, я придумаю, какую выбрать, ну, тем более, а может быть, это классическое, знаешь, где поезд едет, из кабины, тоже можно, тоже можно, главное выпустить, знаешь, главное зимой, чтобы он ехал с елочкой, ладно, еще ты скинь, да, поэтому с наступающим, чуваки, все, кто послушали, да, и спасибо, что вы остаетесь, все еще слушаете, и не забываете, вот мы напоминаем о себе, иногда, четыре раза в год, в целом, да, да, пишите, поддерживайте, все ваше бустерство до нас доходит, и все ушло на монтаж одного выпуска за 6 тысяч рублей, поэтому, да, у нас чайник уже включился, все, меня точно прогоняют, ладно, давай, окей, все, давайте, давайте, Никита, спасибо, всех с Новым Годом, пока, тебе спасибо, да, с Новым Годом,